Судя по экрану домой моего iPhone, вы можете видеть, я нахожусь на iOS 18 Beta 2. Но вчера вышла третья бета, я ее поставил, потестировал. И давайте в этом видео поговорим, стоит ли ее ставить, какие там баги остались и в целом, как работает система. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Начнем с веса обновления. На 15 Pro Max третья бета весит в районе гиг 17. Это немалый вес, поэтому мы тут ждем какие-то новые фишки и функции, на которые посмотрим позже в видео. Отмечу, что некоторые пользователи видят тут вес больше 6 гигабайт. Это когда обновление качается полным установочным файлом, и это в какой-то степени даже хорошо. У вас система полностью переустановится, уберет баги, которые копились в прошлых версиях iOS. Так что такое может быть, что вы скачаете полный установочный файл системы. Касательно версии по сотовым модулям, его также поменяли, но в целом с сетью никаких проблем, даже на последних версиях 17, что на вот этих бетах 18, абсолютно нет. В комментариях можете указывать модель вашего iPhone и писать, как у вас работает сеть, чтобы люди понимали, чего ожидать от их версии устройств. Далее о новых функциях. Первое, это Apple оптимизировала смену цвета иконок, когда вы меняете стиль оформления iOS. Например, переключаетесь между светлой и темной темой, и раньше на прошлых бетах некоторые иконки просто не меняли свой цвет. Какие были, такие и оставались. На третьей бете большинство ваших иконок теперь выглядят в темном режиме как нужно. Я думаю, если иконка слишком сложная, то пока что она не меняется. Вот, например, некоторые игры, где какие-то объекты и там много цветов, они не меняют свой цвет. Но я думаю, в следующих бетах это тоже исправят, и со сложными иконками тоже будет смена цвета. Уже это все выглядит реально неплохо. Еще в комментариях есть вопрос, что это за чехол. Так вот, ссылку на него оставлю для вас в описании. Там ссылка на e-каталог, вы туда можете перейти. И в моделях вы можете выбрать Armor Standard и выбрать модель вашего устройства. Это чехол Unit MagSafe, поэтому тут в этой серии для вашего устройства можете выбрать и посмотреть, например, что происходит со стоимостью на этот крутой аксессуар. Стоимость можно отфильтровать по цене. Сверху самые лучшие предложения. Вам только остается выбрать магазин и там же оформить заказ. В плюсные каталоги вы можете посмотреть динамику стоимости. Цена последнее время стоит на месте. Она не двигается ни вверх, ни вниз, так что я думаю, вы ничего не потеряете, если сейчас купите себе подобный аксессуар для вашего устройства. Чехол действительно круто выглядит, поэтому если он вам нравится, ссылка в описании обязательно проверьте. Вернемся к третьей бете и у нас переделали меню смайлов. Если в клавиатуре вы переключаетесь на вот это меню, где у вас все смайлики, вы сразу можете увидеть, что здесь определенно есть изменения. Во-первых, у вас смайлы стали больше и расстояние между ними увеличилось. Так, на самом деле, стало удобнее, потому что вам проще выбрать смайлы. Это все не наляписто, и вы четко видите, где какой смайл. Плюс изменился немного поиск, он стал меньше и округли по краям. И также появилось новое меню, связанное с Memoji. Это вот эта кнопка в самом низу. Тут ваше лицо, там прочие лица, которые вы могли добавить, и какие-то существа, которые уже есть в iOS, и из которых вы можете вытащить Memoji для быстрой отправки в каких-то мессенджерах или в какой-то, не знаю, переписке. В целом, достаточно хорошее изменение, которое улучшит опыт использования клавиатуры и вот этих всех смайлов. Далее у нас появились динамические обои. Если мы перейдем в редактор рабочего стола, нажмем на плюс для создания новых обоев, тут внизу есть секция iOS 18. И первое это динамические обои, которые могут менять свой внешний вид в течение дня, со светлого на темный, и это будет сопровождаться интересной анимацией. Так что появляется больше различных обоев, я думаю, к релизу будет еще парочка новых вместе с новыми iPhone 16. В пункте управления тоже есть некоторые изменения. Во-первых, если нажать на блок соединения, это где Wi-Fi, Bluetooth и прочее, то тут в самом низу у меня появился спутник. Кнопка была неактивная, но сейчас она куда-то пропала. Я не знаю, или дело в бете, или она просто появилась, потом поняла, что в моем регионе не работает, и снова пропала. В общем, напишите в комментариях, есть ли у вас тут кнопка спутник, и работает ли переключатель, если он там есть. Потом, если интерфейс фонарика вам казался маленьким, то в третьей бете он стал еще больше. Но это не просто так. Тут вы можете свайпами регулировать силу вашего фонарика, а также размер пучка, который будет издавать, получается, вспышка вашего iPhone. Выглядит странновато, но логика абсолютно понятна. Вы включили фонарик, вы настроили отображение, потом он уехал в динамический остров и не перекрывает никакой информации на экране вашего устройства. Далее полезное изменение приложения фото. Раньше, если вы хотели выбрать фотографии, вам нужно было зайти в фото, сделать свайп, чтобы открыть всю фотопленку, и потом только появлялась кнопка выбрать. На третьей бете у вас прямо на главной странице фотографиях сразу сверху есть кнопка выбрать. Если фотографии в вашей поле видимости, то вы можете нажав на выбрать, выбрать нужные фотографии и сделать с ними кое-какие опции. Это на самом деле удобно, быстро и логично. Дальше, если вы выберете какую-то фотографию в фотопленке, то она открывалась как бы немного уменьшена. То есть были какие-то края, были белые рамки, сейчас фото открываются как и раньше на весь экран, и согласитесь, это тоже привычнее. Также ребята из Apple продолжают допиливание системы до единого внешнего вида. Допустим, если мы зайдем в настройки, перейдем в пункт управления. Да, пока что не локализировано, но тем не менее мы уже видим, что в системе, в настройках особенно, то там, то там начинают добавлять определенный внешний вид, который будет по всей iOS. И такого на самом деле очень много, где в системе вы найдете, потому что Apple меняет некоторые иконки, меняет локализацию, меняет дизайн. Например, вот даже в пункте управления в том же. Если мы его опустим, перейдем вот в эти соединения, то тут вы можете видеть, стрелочками обозначаются те переключатели, в которых есть опции. Мелочь, но как бы наглядно и приятно, что вы видите, где вы можете сменить, например, с выключено на включено, ну или же наоборот. Таким образом, как бы улучшается опыт использования системы, потому что вы интуитивнее понимаете, как работает тот или иной переключатель. И в целом это все главные нововведения, которые есть в третьей бетке. Теперь о багах, которые есть в системе. Во второй бете, как помните, был баг с иконками, на третий пропал. Можете видеть, переключение темы не ломает экран и не нужно перезагружать телефон, чтобы вернуть иконки в нормальный внешний вид. Дальше, если мы перейдем в настройки, основные, хранилища. На прошлых версиях некоторые люди поймали баг системных данных, когда они заполнялись там до 50 гигов и после перезагрузки уходили, но потом снова появлялись. На моем устройстве такого не встречалось ни на второй, ни на первой бете. И на третьей, вот это в целом нормальный вес системных данных и проблем, ну, вроде как нет. Но в комментариях можете писать, есть ли у вас баг системных данных и указывайте модели вашего iPhone, чтобы люди понимали, чего ожидать на их устройствах. Дальше критический момент, это нагрев. Если он есть на устройстве, то iPhone быстрее садится и батарея быстрее теряет свою емкость, в общем, это плохо. На второй бете, кажется, нагрев починили. Он не появлялся, но буквально на второй день после обновления он откуда-то снова вылез, и телефон действительно раскалялся, особенно если учесть, что на улице еще и жара. Сейчас на третьей бете я обновился, вчера использовал телефон вечером, сегодня целое утро. И вот сейчас пишу это видео, на улице дикая жара, как вы можете видеть, и телефон холодный. Это вселяет надежду, что он и останется холодным, и нагрев окончательно ушел. Потому что если нагрева нет, то, соответственно, и телефону будет жить легче. Если перейти в настройки, аккумулятор, зайти в состояние, тут вы можете видеть, вот у меня 98%, хотя до всех бет было 100. Но процент это условность, у кого-то он может быть 100 и по сей день даже на бете. Поэтому, ну, такой момент, но в целом это нормально. В остальном, Wi-Fi, Bluetooth-устройство, мобильный интернет, сотовая сеть, ничего такого не отваливается. На своем устройстве я этого не видел, и, слава богу, не сталкивался. По поводу анимаций, все так же летает, вы сами можете видеть, все следует за пальцем, шторки опускаются и открываются без каких-то подлагиваний. То есть, в целом, система работает достаточно стабильно. Видно, что Apple хорошо поработала с оптимизацией, пофиксили огромное количество багов, похоже, которые были в iOS. И, надеюсь, еще раз, что нагрев не появится, потому что, если появится, то батарейки будут вообще от нас, еще и в такую жару. По аккумулятору держится, на самом деле, неплохо, потому что, как я и сказал, нагрева нет. Так что, ну, почему бы ему и не держаться, как, например, на последних версиях iOS 17. Так что, ребят, пока что, на первый взгляд, третья бета – это то, что уже можно установить. Если вы думали о переходе на бету, то вот на третью, вот то, как она работает, вселяет надежду, что она так будет работать у всех, и вы не будете сталкиваться там с быстрой разведкой аккумулятора или с какими-то багами, которые есть в системе. Обновляться можете через обновление ПО, выбрав профит для iOS 18 бета. На канале было видео по установке, можете его посмотреть. На этом все, вот такая вот получилась третья бета, очень стабильная, очень оптимизированная, похоже, и надеюсь, в этом направлении мы и будем двигаться. Пишите в комментариях, как у вас работает система, с какими багами вы столкнулись, буду рад пообщаться и ответить на ваши вопросы. На этом все, поддерживайте видео пальцем вверх, подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр, пока!